Эту тему более подробно с Дмитрием Снегиревым обсудим, военно-политическим аналитиком. Здравствуйте, Дмитрий, рады вас приветствовать. Добрый вечер, спасибо за приглашение. Всегда рады вам в эфире Freedom. Вот в свою очередь Путин действует как обычный террорист, пытаясь как-никак, но оправдать, первое, свою агрессию против Украины, делает все возможное, запускает все возможные ракеты, отправляет максимальное количество войск в Украину, стирает с лица земли украинские города и, видя консолидацию вокруг Украины союзников, то бишь Европейский Союз и не только, пытается теперь из-под тяжка действовать. Неужто у Путина больше нет никаких оправданий, что он пытается повлиять на страны, которые поддерживают Украину испугом, страхом? Давайте говорить, во-первых, о том, что задействован весь механизм влияния на принятие решений. Европейскими партнерами, начиная от дипломатического давления, соответственно, пятая колонна внутри самой структуры Евросоюза и, соответственно, проведения террактов. То есть речь идет о спланированном многовекторном характере операций Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. Это, кстати, американским журналистам, которые по старинке называют, соответственно, Главное управление Генштаба Вооруженных сил Украины ГРУ. Ну, в принципе, давайте говорить о том, что на данный момент Российская Федерация пытается комплексно влиять на характер срыва военно-технической помощи нашей стране. Напомню, не только Соединенные Штаты заявили о беспрецедентном характере военно-технической помощи. На данный момент страны Европы по уровню и объему военной помощи уже превзошли Соединенные Штаты. Яркие примеры. Германия заявила о 7 миллиардах долларов, соответственно, Великобритания — 3 миллиардов долларов, последнее заявление датской стороны — 1,3 миллиарда долларов. Это с укупностью военной техники и, соответственно, материально-технической помощи со стороны, в первую очередь, европейских партнеров ввиду ускоренной логистики имеет возможность гораздо быстрее попасть непосредственно на линию боевого соприкосновения и изменить характер боевых действий в пользу Вооруженных сил Украины. Это прекрасно понимают Российской Федерации. И давайте говорить о том, что в последнее время основной аспект — это на проведении терактов. Тут даже речь идёт не о запугивании. В Польше была разоблачена группа, которую сотрудники российских спецслужб нанимали за весьма, скажем так, скромные деньги в моменте отслеживания характера военно-технической помощи, а именно. То есть эшелоны с военным имуществом ставили маяки, соответственно, и либо давали информацию непосредственно кураторам. А уже на момент разгрузки на территории Украины по логистическим объектам на территории Украины наносились удары с использованием крылатых баллистических ракет. Как видим, подобная практика весьма оказалась, к сожалению, эффективной. Кроме того, польская сторона заявила о том, что недавне была разоблачена группа российских агентов, которые именно собирались проводить активные операции на логистических составляющих военно-технической помощи нашей страны. И не случайно последнее заявление польской стороны об увеличении активного характера операций российских спецслужб именно на территории данной страны. Я напомню, на территории Польши находится фактически крупнейший перевалочный пункт транспортировки военно-технической помощи вооруженным силам Украины. Это город Жешу. И не случайно польская сторона, это буквально заявление последних двух дней, заявила о беспрецедентных характерах мер безопасности с целью недопущения диверсионных актов в районе либо непосредственно данном логистическом центре сил НАТО. Кроме того, аналогичная ситуация и в Германии, где, соответственно, были зафиксированы ряд диверсионных актов на предприятиях, которые связаны с ВПК данной страны. Причем немецкие спецслужбы отмечают возможную причастность российской стороны к проведению данных диверсионных актов. За данными немецкой разведки, Российская Федерация резко активизировала деятельность спящей агентуры не только на территории Германии, но, соответственно, ряда других европейских стран. Основная цель Российской Федерации не допустить, соответственно, попытаться сорвать характер военно-технической помощи силам обороны Украины, чтобы не дать возможности вооруженным силам противостоять российскому наступлению. Но, в свою очередь, 6 тысяч ударных беспилотников типа «Шахет» ежегодно планируют выпускать российский завод в Алабуге. И в конце апреля он уже опередил свой производственный график и поставил 4,5 тысячи дронов. Это издание Wall Street Journal пишет. По данным издания, российские бизнесмены заключили соглашение о строительстве вышеупомянутого завода еще в конце 2022 года. Тогда они прилетели в Иран с выгодным предложением в виде около 2 миллиардов долларов, которые частично были оплачены золотыми слитками. Согласно данным разведки, российских военных уже обучают управлять беспилотниками в Сирии инструкторы из Революционной гвардии и поддерживаемой Ираном боевой террористической группировки Хезбалла. И тут как раз опять же то, о чем мы с вами начали, с чего мы с вами начали террористические нападки у Путина и делать все для того, чтобы эта война не заканчивалась. Хотя Путин публично говорит, мол, открыты к переговорам и хотят переговоров. Есть ли сейчас механизмы предотвратить действия Путина по дальнейшей эскалации? Как вы считаете? И за счет наших союзников в том числе? Давайте, во-первых, дадим объяснение по поводу последних заявлений. Речь идет не только о Wall Street Journal по поводу увеличения количества беспилотников до 6 тысяч. Wall Street Journal, наверное, будет интересно опять-таки узнать очередным американским журналистам о том, что подготовка российских специалистов в моменте обучения БПЛА проходила на территории Сирии начиная с 22-го года. Не случайно нанесение ударов армии обороны Израиля по трем ключевым объектам и на производство БПЛА на территории Сирии, которые были подчинены проиранской группировке Хезбалла. Причем во время последнего удара по сообщениям самой сирийской стороны погибли российские специалисты. Транспортировка иранских, так называемых, иранских беспилотников, то есть беспилотников, которые производились под руководством специалистов Хезбалла на территории Сирии, происходила с сирийского порта Тартуса непосредственно уже на территорию оккупированного Крыма с 22-го года подготовка. Сейчас Wall Street Journal пытается делать большие глаза и подавать это как уникальную информацию по поводу 6 тысяч. Вы знаете, меня очень, ну скажем, тревожит тот характер информации, которая подается западными СМИ. Я напомню, кроме 6 тысяч беспилотников, на этой неделе вбросили информацию о возможности, соответственно, производства ракет к зенитно-ракетным комплексам С-300, которые наносят удары по территории Украины, ну и, соответственно, это использование аэробаллистической траектории. Так вот, С-300, в чём момент, это зенитно-ракетный комплекс ещё советского производства. Беред Российской Федерации стоял вопрос ограниченных сроков хранения ракет к данному зенитному ракетному комплексу. Это 30 лет. По данным специалиста, запас ракет до 2,5 тысяч. Поэтому нет потребности в производстве. Это, во-первых. А, во-вторых, сам производственный цикл российского ВПК не рассчитан на подобное количество средств поражений. Но для чего-то это вкидывается в СМИ. То есть создаётся фон якобы работающей российской оборонки и, соответственно, целью нагнетания, ну, скажем так, панических настроений в украинском информационном пространстве. Давайте и ещё один эпизод опровергнем по поводу возможностей российского ВПК выпуска 3,5 миллионов снарядов, о которых бы сообщал Нью-Йорк Таймс. Если бы была подобная возможность российского ВПК выпуска подобного количества снарядов, а данное количество в три раза превышает суммарные возможности ВПК стран ЕС и Соединённых Штатов, соответственно, потребности в закупках северокорейских снарядов и снарядов производства Иран не было бы, а на данный момент Российская Федерация вынуждена компенсировать нехватку артиллерийских снарядов снарядами производства КНДР, которые разрываются непосредственно на момент, соответственно, выстрела, причём в дуле артиллерийских средств поражения. У нас есть видеоподтверждение данных фактов, которые свидетельствуют о низком качестве артиллерийских снарядов, поставляемых в КНДР. Но для чего-то это всё нагнетается. Ещё раз подчеркну, суммарная возможность европейских производителей — это порядка 1,2 миллиона снарядов в год. Это Иран Метал и, соответственно, другие производители, крупнейшие, которые заявили о резком увеличении количества выпускаемых снарядов. Соединённые Штаты заявили о том, что с 25 тысяч снарядов в месяц увеличивают до 40 и в перспективе до 60, то есть к концу года выйдут на приблизительно 1 миллион снарядов. Как вы считаете, экономика развитых европейских стран и Соединённых Штатов гораздо, наверное, сильнее в возможностях экономики Российской Федерации, которая пребывает под секторальными и, соответственно, персональными санкциями. Для чего, соответственно, партнёры, либо, ну, скажем так, журналисты стран-партнёров пытаются организовать подобные информационные кампании, причём в украинском информационном пространстве, давая откровенно непроверенную информацию о возможностях российского ВПК. Ну и ещё один важный момент, который хочется с вами обсудить, это попытки Путина сорвать саммит мира, который будет в Швейцарии. Говорят о его страхе, о страхе Путина. Об этом заявил спикер внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стану. Он подчеркнул, что Евросоюз считает цель саммита в Швейцарии очень важной, поскольку видит в нём источник вдохновления для будущего мирного процесса. Стану также отметил, что ЕС интенсивно работает с партнёрами по всему миру, чтобы обеспечить прибытие на мероприятия как можно большего количества участников. Напомню, что накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже 90 стран подтвердили своё намерение присоединиться к саммиту. Услышим прямую речь и обсудим. Мы работаем с партнёрами из Украины, со Швейцарией и другими странами, чтобы обеспечить наивысший уровень представительства и наибольшее количество стран-участников. Для нас это мирное событие года, очень важное для Украины. И мы продолжим прилагать усилия, чтобы оно было успешным. Попытка России подорвать эффективность саммита параллельными мероприятиями показывает только то, как Путин его боится. Петер Стана, спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики. Дмитрий, и тут с одной стороны видим заявление Путина касательно того, что... Нет, не Путина, Пескова. Пескова. Ну, в принципе, то, что говорит Песков, то думает Путин. Разницы нет. Но все же, Песков сказал, что вообще не считают данный саммит мира, который планирует провести Зеленский в Швейцарии, вообще не считают его серьезным. В то же время каждый день российская пропаганда впитывает в головы россиянам о том, что это очень плохо, это вообще никакого смысла не имеет и так далее. Но в то же время пытаются сорвать этот саммит мира. Значит, все-таки есть что-то то, что пугает Путина в этом глобальном саммите мира? Что такие желания его максимально оклеветать и сорвать? Конечно. Давайте говорить о том, что, во-первых, Путина пугает концентрированная позиция стран мирового содружества. То есть, страны мирового содружества дают понять, что рассматривают Российскую Федерацию, соответственно, как страну-агрессора. И, более того, Российская Федерация на данный момент, благодаря своей риторике, она прекратилась в страну-изгоя. И это четко дают понять представительским форумам. Если уже 90 стран выразило желание присутствовать на данном форуме, то речь идет, соответственно, о формировании расширенного масштаба антипутинской коалиции. Не только в стран европейского сотрудничества, а, соответственно, и на других континентах. Именно, скажем так, концентрировано усилие данного форума в моменте привлечения внимания к проблемам в нашей стране, а именно прекращения войны и пугая Путина. До последнего момента Российская Федерация, соответственно, российский диктатор, пытались использовать так называемую меролюбивую риторику, либо же продвинуть свою версию так называемых мирных переговоров. Причем в основе данной российской версии стояло исключительно желание Российской Федерации заскрепить статус кво оккупированных территорий Украины, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, ну и, соответственно, Автономной Республики Крым. И на данный момент вот именно проведение данного форума говорит о возрастающей поддержке Украины и именно украинского плана окончания данной войны. А окончание войны украинского плана это вывод российских оккупационных войск и, соответственно, восстановление в полном объеме территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Вот это и пугает российского диктатора. Дмитрий, огромное вам спасибо, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Всегда рады вам в эфире «Фридом». Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, с нами был на прямой связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.